Я хотел бы сегодня рассказать вам о двух клинических случаях резистентной формы лимфомы Ходжкина и нашего опыта применения брентуксимала. Первая пациентка, 32 лет, первично в июле 2014 года, у нее появилось увеличение надключичного лимфатического узла слева, при этом никаких боли и симптомов не отмечалось, она обратилась в онкодиспансер по месту жительства, где в августе 2014 года была выполнена экстезионная биопсия, и по данным гистологии был получен результат лимфомы Ходжкина классический вариант. К сожалению, по техническим причинам мы не сможем вам показать данные компьютерной томографии. У этой пациентки отмечалось увеличение лимфатических узлов передней шейной группы до 20 мм, также отмечалось увеличение превоскулярных лимфатических узлов с переходом на легочную ткань левого легкого с размерами 56 на 21 мм, и также появление медиастинального инфильтрата размерами 50 на 20 мм. Пациентка была стадирована как вторая стадия себя по месту жительства, и началась стандартная химиотерапия по схеме АБВД. Всего было проведено 6 курсов, после чего была проведена оценка, и по данным ПЭТ-КТ ремиссии не было достигнуто. Это снова мы, к сожалению, не можем показать данные. Собственно говоря, по данным ПЭТ не было никаких изменений. Дальше также были проведены 2 курса, была проведена смена режимов химиотерапии, было проведено 2 курса химии по циклу ТХАП, и повторная оценка после этого, но вновь по данным ПЭТ-КТ ремиссия не достигнута. И стали отмечаться Б-симптомы, это лихорадка дофибрильных цифр и выраженная ночная потливость, что говорило больше в сторону прогрессии даже заболевания, нежели чем стабилизации процесса. В июне 2015 года пациентка попала к нам в научный исследовательский институт онкологии, при этом у ней была клиника синдрома с давлением верхней полой вены и развитие гидроперикарда с развитием притампонады. С целью, диагностической целью, дабы повторно подтвердить то ли мы лечим, выполнена торакоскопия с повторной биопсией, и вновь подтвержден диагноз лимфомо-охотшкина классическая форма. Была выбрана следующая тактика ведения пациентки, предполагалось ей выполнение высокодозной химиотерапии и с целью мобилизации, а также с целью попытки введения пациентки в ремиссию, было предложено проведение курса химиотерапии, включающейся инфосфамид, гемцитабин и вильдребин, винбластин, с последующей мобилизацией АОТ-ТГСК. После проведенного курса выполнен забор стволовых клеток, но по данным компьютерной томографии мы не получили никакого ответа практически на проведенный курс химиотерапии. В связи с чем было принято решение консилиумом о проведении как раз такой мобилизаций терапии к трансплантации сочетания бринтоксима, пейдотина и бендомустина. Всего было проведено 4 курса. После каждого курса у нас проводилась оценка образований. В динамике практически после каждого цикла у нас отмечалась редукция опухолевых масс примерно на треть. И к окончанию 4 курса по данным ПОДКТ мы отмечали незначительные резидуальные массы, это до 20 мм, и при этом по шкале ДАВИЛЬ была единица оценка. В ноябре выполнена аутологичная трансплантация стволовых клеток. И на данный момент после трансплантации пациентка не получала какой-либо химиотерапии. и в настоящий момент она находится в ремиссии. Вот уже 8 месяцев. Следующая наша пациентка 21 года. Я бы хотел сказать, здесь просто мы как раз хотели показать и на этом примере использование брентуксимаба в качестве вот как раз какой-то консолидирующей лепридж терапии к аутотрансплантации. Я так понял, что я так понял, что к вам она поступила из Волгограда после 6 циклов АБВД, да? Да. Уже с прогрессированием, да? И двух циклов ТХАП. ТХАП. И двух циклов, понятно. Понятно, почему не проводилась нормальная программа и лучевой терапии, в том числе там. Потому что пошел прогрессирование на цикл АБВД, да? То есть сейчас не осталось ничего предположительного у нее. Сейчас предположительного у нее. Все чисто, да? Все чисто. А средостение было большое у вас? К вам уже. Средостение, которое к нам поступило, размеры были вот самого большого конглаберата 56 на 21. Ну тут вопрос о применении лучевой терапии, в принципе, к консолидации. Вопрос может обсуждаться. Да, Наталья Байсина, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы не проводили консолидацию, потому что пациентка уехала обратно в Волгоград, или потому что не было бринтоксимаба, что провести? Или вы не считали нужным? Давайте я поясню. Нет, здесь все очень просто. Когда мы закончили программное лечение, закончили высокодозную терапию, безусловно, мы рекомендовали бринтоксимаб. Но на тот момент, а, он был не зарегистрирован в Российской Федерации, б, ни у нее, никаких благотворительных источников для его получения, установить тогда не удалось. И поэтому, к сожалению, мы были вынуждены отправить эту пациентку просто под динамическое наблюдение. Да, да, безусловно, ей показана была поддерживающая терапия. Я уже сказал, что мы демонстрируем, что не было болезни. Ну, оговорился об этом. Нет, здесь, к сожалению, просто тактика wait and watch, не более того. И следующая наша пациентка, 21-го года. Осенью 2012 года у нее диагностировано также увеличение лимфатического узла слева. Боли никаких симптомов не отмечалось. Также она обратилась в онкодиспансер по месту жительства, где была выполнена биопсия. Реферицирован диагноз лимфома Ходжкина, классический вариант, и с 2013 года по май 2015 года пациентке проведено 15 курсов химиотерапии разнообразных, которые здесь указаны. К сожалению, на фоне, это вот первичный очаг, который не присутствовал. К сожалению, после проведенных 15 курсов химиотерапии отмечалось прогрессирование заболевания. То образование... Здесь, к сожалению, не видно, здесь должна быть... Да, то образование, которое... Демонстрация, фильм. Да, то образование, которое вы сейчас видите, оно стало занимать всю верхнюю долю левого легкого, плюс часть средней доли. Часть средней доли. Снова с диагностической целью мы предподтвердили диагноз, и снова была подтверждена лимфома Ходжкина. К нам также... Также у ней отмечалось нарастание симптоматики, появилась лихорадка, и так как пациент был значимо предлечен, и, по сути дела, единственным на тот момент выходом нам казалось проведение курсов химиотерапии, где применялся как раз брентуксимаб, видотин и бендомустином. Всего с января 2016 года по настоящее время пациентке было проведено 6 курсов химиотерапии. Точно так же после каждого курса мы оценивали результаты химиотерапии. Отмечалось после каждого цикла редукция образования. Редукция образования. В настоящий момент пациентка поступила для мобилизации стволовых клеток на фоне нормального гемопоэза. с дальнейшим проведением элтологичной трансплантации. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Интересно, сколько вы получите клеток у этой пациентки, потому что вы еще мобилизацию не сделали? Нет, мобилизацию уже проводили. Здесь было получено в несколько этапов. Один раз мы получили 3 миллиона, потом 2,6. То есть достаточно. Я так и думала. Потому что в первом случае вы делали мобилизацию во время активной болезни. Вы сразу набрали 15 миллионов, что является плохим прогностическим фактором. И так оно и оказалось. Пациентка дальше, у нее была прогрессия заболевания. А сейчас у вас была ремиссия на момент. То есть эндогенных колоннестимулирующих факторов у нее уже не было. Только то, что вы ввели. И вот и Сергей Михайлович когда-то, сколько-то лет назад, показал, что у больных с лимфомой Кочкина мобилизируется все очень хорошо, когда есть особенно активная болезнь. Потому что у них очень высокий эндогенный GKSF. И вот я и думала, что у этой пациентки вы наберетесь с трудом на трансплантацию. Потому что все-таки она предлечена. Там еще вторая пациентка была очень сильно предлечена. Все-таки, когда мы говорим о первой больной, она получила минимальное количество все-таки курса второй линии. Только платин, содержащие цитазар и видит хапа, два курса, они фактически не обладают токсичной средиостоловых клеток. И АйГЕФ мы предложили на том этапе исключительно по причине, что гипотетически он может дать какой-то противоопухолевый эффект. И все-таки он обладает каким-то сопоставимым мобилизационным эффектом. Потому что в целом логичнее было бы, может быть, провести ДЕКСАБИМ. Но в ДЕКСАБИМе есть алкеран, после которого можно было вообще отъездить к пути трансплантации. Поэтому у нас был небольшой опыт использования итальянцами предложенного режима БИГЕФ, когда бендамустин вместо фосфомида. Но он отличался очень выраженной токсичностью. И поэтому возможность ГЕФ заменить на БНТУКСИМАБ оказалась с потрясающим и противоопухолевым эффектом в том числе. И действительно с минимальным количеством осложнений. По-моему, их там даже вообще не было. Да, с значимой токсичностью какой-то. А вторая больная, это фактически, если бы не было бы БНТУКСИМАБа, это палеотивная ситуация абсолютно. Это состояние некое, близкое к хоспису. Да, поэтому.